Первенство Владимирской области, Добрыня, Владимир, Рубин, Балакирева, 1-1, боевая ничья. Очень эмоциональный матч, очень сложный матч, очень напряженный матч. Как тебе, Паш, игра? Хорошая игра, сегодня была хорошая игра. Все было здорово в первом тайме. Во втором тайме я считаю, что просто инициатива пришла на сторону команды Рубин. И в связи, наверное, с неопытностью нашей команды, мы получили тот счет, который по кончетности мы по блогу, то есть 1-1. Игра хорошая, команда боевая, все здорово, все классно. Первый тайм это... У меня смешанные чувства, потому что первый тайм мы отыграли на 5 с плюсом, а во втором тайме, в силу, опять же, какой-то, может быть, психологии или мало опыта, да, на данном уровне, мы получаем смешной гол и заканчиваем 1-1. Если бы тебе перед игрой сказали, что ты с одним из лидеров первенства сыграешь в ничью, ты бы обрадовался или нет? Если бы я не знал до игры. Нет, мы всегда хочется побеждать всей команде. Я не был в покрове с вами, но я смотрел эпизоды трансляции, полистал тогда, и по, как сказать, по событиям, да, произошло в принципе что-то подобное. Да, мы забили первыми, потом пропустили со стандарта. Расскажи, вот, из ворот, да, по организации обороны, это проблема стандарта у Добрыни или такое стечение обстоятельств? Не, проблемы нету в плане класса, да, уровня игроков. Есть проблема психологическая, наверное. В плане уровня Антон Зайцев, тот же самый Даня, ну, то есть пар, Рома Скворцов, они сильные защитники, у нас сильная оборона, на самом деле, но есть какой-то момент психологии, и просто иногда капельку чего-то не хватает, вот, и все. И, к сожалению, постоянно на стандартах это наша проблема, и постоянно одного и то же. Ну, не хватает какой-то, какой-то маленького процента. Не хватает ли капитана? Андрея Кострикова не хватает и как капитана, и как человека в раздевалке, да, мы не берем. Момент капитана в сказке, как человек в раздевалке, как капитан на поле, и как человек, который центральный защитник, и который руководит, потому что у него есть опыт, да, и, ну, с ним спокойно, с ним спокойно. Поэтому, конечно, капитана нам не хватает. Дима Чванков справляется, но он, грубо говоря, сейчас взял судно, да, грубо говоря, и пытается им рулить, но у него получается, но есть какие-то проблемы в команде, в плане, опять же, психологически. То есть капитан есть капитан? Папитан есть капитан, да, но я считаю, что пусть будет, как будет. Я знаю, что вы тренируетесь на торпедо, вот, скажи, где было бы предпочтительней сыграть этот матч, потому что я знаю, что Стас пытался провести его на торпедо. Как думаешь, где бы лучше было, именно здесь сыграть или на торпедо? Я не могу сказать от лица всей команды, я могу сказать только от себя, само собой. Да, конечно, мы тренируемся на торпедо, это искусственное поле, хорошее, ровное, то есть, конечно, было бы удобнее играть на торпедо. К Лыбиде привыкаешь очень долго, очень долго, и на разминке уделяешь минут 10, просто чтобы привыкнуть, что вот натуральный газон, тут кочка, тут ямка, тут песок. Как-то тогда, конечно, торпедо было бы получше. Для меня. Я, как сказать, общался со Станиславом, да, он мне даже по секрету скинул смету на следующий сезон, и я заглянул, ну, я не буду афишировать какие-то цифры, я просто увидел, что появится новая форма, то есть какой-то новый технический партнер, мы его, наверное, еще объявим, и, по-моему, появляется автобус у команды. Вот. Вот ты уже был в команде, да, и в прошлом году, и в этом. Скажи, чего бы хотелось тебе, например, лично, в чем бы Добрыня росла и развивалась, чего-то добавить? Ну, так. Это может быть материальное же, да, правильно. Если мы берем моменты детей, да, у детей, по факту, все всегда самое лучшее. Да, я езжу, периодически тренирую детей, там всегда самое лучшее оборудование, новые мячи, все всегда чистое, все всегда новое, то есть там вопросов нет. Что касается взрослой команды, ну, опять же, было бы здорово, чтобы были какие-то, может быть, психологические тренинги, да, то есть вот этого не хватает на самом деле. Опять же, у нас есть разбор, мы разбираем игры соперников, прошлые наши игры, но при этом у нас нет общей картинки, то есть, ну, тут, здравствуйте, можно к тебе обратиться, ну, не знаю, там, вышка, да, какая-то может быть элементарная, и хорошая камера для тебя, чтобы вот прям полный полет был. Ну, наверное, все, да. Сложный, наверное, тоже, как ты говоришь, психологический вопрос. Если отмотать время назад, и ты знаешь, что случится, пошел бы ты на тот выход получить красную карточку, скажем так, свалить, чтобы не забил? Да, я, наверное, думаю, да, потому что центральные защитники, я не оправдываю себя, это моя красная, мое удаление, но когда на последней минуте нападающий отрывается от центрального защитника, который целый матч бегал туда-сюда, опять, ну, грубо говоря, да, ну, я не хотел этой красной, но она, ну, дал-дал, хорошо, я спокойно, да, я пошел бы. Я думаю, что в какой-то, в каком-то смысле, да, уберег результат, то есть, да. С одной стороны, можно тогда посмотреть, а с другой стороны, вот, следующая игра, она тоже будет трудной, меня там не будет. Надеюсь, Кирилл Романович сделает следующий результат положительным. На этой грустной ноте хотел бы тебя еще поздравить с прошедшим. Спасибо. Я видел, что ты путешествуешь на машине в Петербург, да, из Владимирской области. Скажи, насколько тяжело возвращаться на нашу землю и вообще, как ты себя психологически, вот, после таких переездов? Потому что, ну, как скажешь, люди разные, да, у кому-то кочевая жизнь нормально, а кому-то вот тяжело. Ну, тебе как дается? Мне спокойно дается, физически, ну, спокойно, опять же, да, эмоционально тоже спокойно. Сюда я уже приезжаю как домой. Ну, вот честно, если я приехал в этот раз домой, я уже уезжал, я говорю, мама, в гостях хорошо, но дома лучше. Я, пожалуй, поеду завтра пораньше, да. Вот, как дорога, шикарно, я доезжаю за 9 часов, то есть, это достаточно хороший результат. И хорошая дорога, хорошая, вообще не проблематичная, захотелось нанялся поесть, ну, то есть, если мы берем момент платной дороги, да. А эмоционально, конечно, тяжело, когда ты уезжаешь из чего-то родного, да, то есть, дом, семья, близкие. Но я уже так привык, я так живу уже. То есть, нет, нет этой проблемы? Нет, нет. Паш, давай последнее дам тебе слово. Может быть, скажешь что-то нашим болельщикам или Ивану Андреевичу, может быть, после этой трудной игры, может быть, есть какие-то мысли, что-то еще сказать? Все, что можно было сказать в плане Ивана Андреевича, я думаю, что мы уже замечательно поговорили сейчас в раздевалке. И навряд ли у меня найдутся какие-то другие слова. Перед болельщиками я, как лица команды, хотел бы извиниться не за данный результат, а за данную игру во втором тайме. И я прошу, чтобы вы приходили и поддерживали наш клуб, потому что мы играем, в первую очередь, для вас. И отдаем много, много мы отдаем, чтобы получить положительный результат. Но и опять же, мы играем для вас. Поэтому приходите на игры, следите за нами в соцсетях. Мы стараемся. Вот все, что я могу сказать. Спасибо, Паш, будем ждать твоего возвращения и всяких чудесных сейвов, которых было сегодня много. Я надеюсь, что их было сегодня много. Спасибо, Владимир Башев. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»